МОЛДАВСКАЯ ЭКОНОМИ МОЛДАВСКАЯ ЭКОНОМИКО ПЕРЕЖИВАЕТ НЕ ПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА. А значит, кроме всего прочего, главе государства придется заниматься и экономической безопасностью. Вот кто из них лучше подготовлен для этого? У кого есть четкое видение и стратегия на ближайшее будущее? Разобраться в этом, я полагаю, дело принципа. Вы смотрите Акчен ТВ. Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях люди, которые, как я полагаю, прекрасно разбираются в экономической ситуации, тем интереснее мне будет узнать их мнение. Это Владимир Головатюк, депутат от партии социалистов Республики Молдова. Как я понимаю, поддерживается позиция Игоря Дадона. Добрый вечер. Добрый вечер. Валерий Мураский, экс-премьер-министр Республики Молдова, человек, который еще в мае месяце этого года написал, что он и сказал в эфире о том, что он проголосовал бы за Майю Санду в роли президента. Было такое? Все правильно. Все правильно. Все правильно. И вас приветствую. Итак, начинаем. Ну давайте для начала телезрителям поясним вот ваши позиции. Почему вы считаете, что именно ваш кандидат, кандидат, которого вы поддерживаете, способен лучше справиться с теми вызовами и экономическими проблемами, которые есть на сегодняшний день? Господин Головатюк, почему господин Дадон? Ну прежде всего, хотя может быть это не прежде всего, путь, который проделал господин Дадон, он фактически в 25 лет уже был председателем депозитария ценных бумаг, в 28 лет председателем универсальной товарной биржи, то есть чувствовал экономику с точки зрения рынка. В 30 лет министр экономики, вице-премьер, первый вице-премьер, был сопредседателем межправкомиссии, молодороссийской межправкомиссии, руководил министерством экономики и изнутри знает всю эту кухню. Он был не кабинетным министром экономики, он решал очень многие реальные проблемы, с которыми сталкивались бизнесмены, люди. Достаточно вспомнить в мае 2008 года, какие острые проблемы, что творилось с инфляцией, приехал экстренный международный валютный фонд, и те проблемы решались под непосредственным началом Игоря Николаевича Дадона. И эти проблемы были решены. То, что, как мы встретили кризис 2009 года, хоть и упрекают, что мы были неподготовлены, это не так. Еще в августе 2008 года Игорь Николаевич руководил рабочей группой по мониторингу экономической ситуации, которая заседала каждую пятницу в 17.00. Мы каждую пятницу обсуждали ситуацию в экономике. И уже в августе мы готовили различные сценарии реагирования, если кризис докатится и когда он докатится до нас. И то, что мы малой кровью, так сказать, пережили этот кризис, это говорит о том, что была нормальная подготовка. Поэтому я уверен, что этот человек сможет достойно ответить на те вызовы, которые стоят перед страной, а также учитывая то, что практически это был единственный кандидат, но сейчас два кандидата, у которого есть достаточно четкая программа социально-экономического развития страны на 17-20 годы, которая была подготовлена рядом экономистов нашей страны. И это не просто какие-то мечты и так далее. Это серьезная программа, практически 70 страниц с приложениями, с цифрами, с расчетами, которые по всем сферам социально-экономической жизни. Экономика по всем отраслям, социальная сфера, образование, здравоохранение. То есть все сферы, каждый раздел начинается с постановки вопроса, формирования стратегии и конкретный план действий. То есть человек, когда кандидат наш, когда станет президентом, он уже на второй день знает, с чего начинать, как это решать, какие задачи ставить перед правительством, какие инициативы предлагать парламенту для того, чтобы решить те проблемы, которые сегодня имеются в стране. Я благодарю вас, господин Муравский. Экономическое досье Майя Санду. Я знаю, она тоже работала в Министерстве экономики. Во-первых, меня, конечно, не планирует, даже при моей очень достаточно длительной экономической административной карьере, мне им планирует такой ранний взлет и карьерный рост вашего выдвиженца. Что я хотел сказать? Давайте все-таки о вашем выдвиженце. Естественно. Но я же не назвал имя вашего. Значит, что я хотел сказать? Ну, в двух словах, что многие, наверное, зададутся вопросом, на что ищет этот относительно пожилой человек, так сказать, в этой самотохе, в этой политической борьбе. Ну, вы знаете, что я был 25 лет назад, вошел в политику, попытался помочь своей стране, своему народу, что я отношусь с большой любовью к моей стране, к моей земле, к моему народу, независимо от национальности, от вероставидания. Потом я отошел, но, к сожалению, те, которые правят нашей маленькой республикой, скатились, я бы сказал так, с тех рельсов, которые мы пытались проложить в начале 90-х годов, когда Молдова, значит, объявила свою независимость. И поэтому я посчитал своим долгом, как человек, как гражданин, и как экономист в какой-то степени, на политика не претендую, посчитал своим долгом, так сказать, подставить плечо, подставить, что там мочь. Вопрос, если мы говорим о досье, как вы сказали, фигура президента, это, хотя полномочия по конституции достаточно, так сказать, ограничены, но, по моему пониманию, это должна быть достаточно разносторонняя, высокой культуры, уровня человек, который не фокусируется только на экономике, хотя, конечно, для людей экономика, материальная блага, это прежде всего. Я просто к чему хотел бы, я считаю, я поэтому и решил поддержать Майю Санду, я считаю, что нам надо поменять политический класс, нам надо привести в политику других людей, более молодых, некоррумпированных, с хорошим высшим образованием, с высоким интеллигентным уровнем, что отсюда начинаются все наши проблемы. Если говорить о Майе Санду, я ее так знаю несколько лет, неоднократно я с ней встречался, обсуждал, мне просто было интересно, как экономист, как человек, человек понимает, осознает весь комплекс вопросов, и в каком положении находится сегодня Республика Молдова. Я был приятно удивлен, или потому, что я, мое поколение немножко относится скептически к более молодому, так? Ну, это всегда было, между поколениями, эта проблема всегда существовала, но я был приятно удивлен, что она достаточно компетентный экономист, и я бы сказал, в первую очередь, очень хороший менеджер. Любая система, это экономика в целом, это отдельно финансы, это отдельно банковский сектор, это образование, медицина, это система, и она основывается на каких-то принципах. Два основных принципа, это мотивация и конкурентоспособность. Можно я уточню только один вопрос? Скажите, пожалуйста, вот с взглядами Игоря Николаевича, в принципе, понятно, человек член партии, лидер партии, партии социалистов. Можем ли мы говорить о том, что по экономическим взглядам Майя Санду либерал, что у нее либеральные взгляды на развитие экономики? Давайте уточним. Да, естественно, надо сказать, она стоит на либеральных позициях, но, повторяю, не какой-то либерализм, оторванный от наших реальностей. А какой либерализм, проповедует Майя Санду? И в том числе уровень, я хотел сказать, благосостояния, но мне кажется, другое слово. Вы хотите сказать, социал-либеральная доктрина? В смысле, что благосостояния нет? Да. Я пытаюсь понять. В положении 80% находится, поэтому, когда делаешь какие-то реформы, естественно, надо учитывать, это всегда стоит, любая реформа, и как хотя бы частично компенсировать тем слоям населения, которые просто не могут выжить, без поддержки государства. Социальный либерализм. Да, социальная либерализм. Есть такая доктрина, да? Да. То есть, я поняла, я здесь вас останавливаю, потому что, еще раз хочу вас попросить, точно так же, перед началом эфира, если можно, как можно более кратко отвечать на мои вопросы, потому что вопросов у меня набирается очень много. Поняла. Вы знаете, как бы мы сейчас с вами эту ситуацию не рассматривали, я имею в виду с президентскими выборами, очень многие политологи, аналитики говорят, все равно, что бы вы ни делали, все упрется в геополитику. Я не хочу сегодня говорить о чистой геополитике, но я хочу сегодня поговорить о неких направлениях, которыми непременно будут работать в ваши кандидаты. Вот мне интересно, как вы охарактеризуете те рынки, на которые будет нацелен кандидат, если он победит, как он будет проводить свою политику, и на какие рынки, собственно говоря, вначале, давайте разберемся с этим. Господин Головатюк. Я, когда вы пригласили меня на передачу, я думал сразу, что неплохо было бы осветить такой вопрос, как догмы, которые приписывают в данном случае нашему кандидату. Знаете, они говорят, у нас говорят проще, врут. Ну, не знаю, врут, не врут. Догмы. Кандидаты жалуются, что врут про них. Так вот, тоже приписывают, и вы тоже сказали, геополитика. Да. Но я, например, не вижу, и не видел, да и нету, в приоритетах, которые неоднократно озвучивал Игорь Николаевич Додон в своей предвыборной программе геополитики. Там ее просто нету. Он исходит из вполне реальных, прагматичных вещей. Сегодня Республика Молдова столкнулась с двумя группами проблем. Два круга проблем. Первая, это захваченное государство, это судебная система, олигархия и все, что с этим связано. И вторая проблема, это затяжной, глубокий, я его называю еще перманентный социально-экономический кризис. Вот эти вопросы и должен решать кандидат в своей программе, в своем видении и так далее. Другое дело, что решить проблему кризиса, решить проблему в том числе то, что отмечает коллега Нищенского, положение наших граждан, тут уже без экономики никак нельзя. И тут уже без того, что вы называете рынки, тоже никак нельзя. Молдова два года назад подписала, по мнению некоторых экспертов, политиков, историческое соглашение об ассоциации. Мы сразу же говорили о необходимости, то есть не надо было его подписывать, а когда оно было подписано и очень оперативно ратифицировано президентом, о денонсации. С этой идеей мы шли на парламентские выборы. Ратифицировано еще в парламенте. Да, естественно, и промульгировано президентом. Абсолютно точно. Денонсация. Мы и сейчас исходим из того, что подписание соглашения об ассоциации чрезвычайно губительно для нашей экономики. Я могу привести примеры, в последующем возможно я это и сделаю. Могу упомянуть, что Молдова не уникальна. И в отношении Армении готовилось практически такое же соглашение об ассоциации, но Армения подала заявку на вступление в Евразийский союз, и вступила. И что, Европа обиделась? Отвернулась от Армении? Никоим образом. Она готовит, и сейчас на завершающей стадии находится стратегическое соглашение, вернее, соглашение о стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Арменией, которое практически копирует соглашение об ассоциации, но, уважаемые телезрители, без обязательств по экономике, то есть, без зоны свободной торговли. Более того, такое соглашение о стратегическом партнерстве практически, не практически, оно подписано с Казахстаном, без обязательств по экономике, то есть, без свободной торговли. Повторяю, соглашение об ассоциации в том виде, в котором оно было подписано, Особенно в экономическом блоке оно губительно для молдавской экономики. Никаких преимуществ молдавская экономика, молдавский бизнес не получили. Результатов нет. Я помню, как еще в сентябре 2012 года был круглый стол, где говорилось о том, какие плюсы будут от соглашения об ассоциации. Рост экономики, снижение цен, снижение инфляции, рост экспорта. Все прекрасно. Где же это все? Все с точностью до наоборот. Экспорт страны Евросоюза с первого дня после подписания соглашения снижается. За сентябрь, декабрь 2014 года минус 0,4. За весь 2015 год минус 2,3. В 2016 году за полугодие минус 8,6. Сейчас хороший урожай зерновых. Зерно, естественно, продается в Евросоюз. И минус сократился. Ну, где-то минус полтора сейчас за 8 месяцев. То есть, никакого плюса нет. Экспорт, молдавский экспорт из страны Евросоюза не растет. Более того, растет импорт из Евросоюза. Всем уже, да пусть простят меня аграрники, надоели эти примеры с яблоками. Мы в страны Евросоюза экспортируем за 8 месяцев 50 тонн, уважаемые, 50 тонн яблок. Оттуда импортируем полторы тысячи тонн. Поэтому, позиция нашего кандидата, возврат, как минимум, возврат, то есть, нулевой вариант. Возврат к той ситуации, которая была до июля 2014 года. А желательно до 2012 года, когда действовал принцип асимметричной торговли. То есть, мы туда продаем без пошлин, они сюда продают с таможенными пошлинами. Я, 30 секунд, хочу подчеркнуть. В 2014 году мы, ряд экономистов, подготовили исследование об экономических последствиях присоединения Молдовы к Евразийскому Союзу. Естественно, мы просчитывали варианты и альтернативный путь с Евросоюзом. Так вот, мы пришли к выводу, что Молдова и страны Евросоюза являются прямыми конкурентами, как на внутреннем рынке Молдовы, так и на рынке Евросоюза. И мы не являемся конкурентами с производителями, с бизнесменами из России. Я поняла вас так. Для телезрителей просто уточню, вы выступаете за возврат российских рынков, да? Естественно. И вы выступаете за то, чтобы вернуть асимметричную зону торговли, значит, со странами Евросоюза, так? Так точно. Поэтому сейчас вот то, что мы говорим, вот этот вектор, я говорил, денонсация. Да, мы сейчас считаем, что это вредит молдавской экономике. Но вот буквально вчера мне звонили журналисты прокомментировать предстоящее заседание Межправкомиссии Молдова-Россия. Да, которое будет в ноябре. И я говорю, что сам факт, что это возобновляется, это очень хорошо. Но давайте вспомним, откуда начались эти проблемы. Они начались после подписания соглашения об ассоциации. Я вынуждена вас представила. Поэтому сегодня нужно оперативно в трехстороннем формате пересмотр экономического блока этого соглашения. Так же, как говорил господин Путин. Я правильно понимаю? У него было такое предложение. Ну, возможно, так говорил Путин. Спасибо. Так же, как поступила Украина на пороге гражданской войны в 2014 году. Они сделали это ЕС, Украина, Россия. Я благодарю вас, Владимир Иванович. Я должна уже предоставить слово господину Муравскому. Господин Муравский, ни для кого не секрет, что Майя Санду выступает за евроинтеграцию. Она, в принципе, с этой идеей шла на предвыборную кампанию. Вот с точки зрения экономики, как она будет поступать? Она будет продолжать лоббировать выполнение вот этого соглашения, которое, как мы знаем, было подписано и ратифицировано? Либо у нее есть какие-то мысли в плане того, чтобы расширить рынки? Вам слово. Во-первых, я вот смотрю долгие годы, и почти все говорят о евроинтеграции, и это превращается как пугало такое. Как другие нас пугают кредлён, сейчас пугают евроинтеграции. Значит, что такое евроинтеграция? Строительство нашего государства, нашей экономики, всех остальных систем или подсистем, по принципам и стандартам, которыми пользуются и внедрены в Европе. У нас население, понимая так, что евроинтеграция такое завтра придут, на нас наложат, куда-то нас заташат и всё. Да нет, что вы, у нас евроинтеграция как вселенскую халяву воспринимает. До вхождения в Евросоюз... Такой бум в Евросоюз, будем так жить, как они. До вхождения в Евросоюз ещё очень долго. Поэтому позиция моя санду, и политическая, и в экономическом плане, мы должны навести порядок в нашей республике Молдова. Мы должны построить, в том числе, экономическую систему, по принципу и модели, которые пользуются в Европейском Союзе. Да, конечно, есть специфика, есть это. Что касается рынков, вы немножко, так сказать, слухавили, что в основе вашей программы или вашего кандидата в президент нет геополитического фактора. Вы с самого начала, когда вошли в предвыборную кампанию, у вас было от самовхождения в таможенный союз, потом вы немножко скорректировали, вы, так сказать, немножко захватили тот сегмент электората, с ним не расстраивались, давайте мы сюда подойдём. Имейте в виду эту кампанию? Эту, естественно, какую ещё? Да нет, я не слышала. Было в начале, давайте без... Значит, естественно, для любой экономики финальный аккорд – это рынки сбыта. Тут я извиняюсь, как говорят в Одессе, и тому ясно. Значит, насчёт договора в Ассоциации с Евросоюзом. Да, можно спорить, можно говорить долго. Значит, я вам приведу пример. Давайте мы возьмём Среднеазиатские республики. Среднеазиатские республики. Посмотрите, за 20 с лишним лет они диверсифицировали свои рынки. Сегодня Узбекистан где-то 20-25% своей продукции в Россию. Понимаете? А мы 25 лет сидели только с расчётом на Россию. Я не говорю с каким-то отрицательным акцентом. Я понимаю, что Россия – это крупная держава, что это огромный рынок, и что мы должны держаться за этот рынок, так? Но нельзя из этого делать как единственный путь нашего развития и спасения. Это совершенно неправильно. Поэтому, повторяю, я как коронист считаю, и этой позиции придерживается и мой кандидат Майя Сандов. Мы должны, причём сейчас уже в таком положении, в срочном порядке, диверсифицировать рынки. Да, попытаться продержаться на российском рынке. Да, надо самодернизировать экономику. Я прошу прощения, здесь важное слово. Продержаться. Если здесь говорят о возврате к российскому рынку, то вы хотите продержаться на тех объёмах, которые есть? Я хотел знать, как вернуться туда. Россия ввела эмбарго ещё задолго до подписания аккорда, до городов ассоциации. Чем вы объясните это? Объясните, пожалуйста. Нет, она ввела эмбарго в конце июля. Не надо, 2006 год. 2006 год – это с вином связано было. Ну, какая разница? А потом разрешила. Разрушили главный отрасль нашу. Разрушили. То есть, если я правильно понимаю... Прошли с бульдозором по нашим бутылкам. Надо об этом говорить народу, понимаете. Я не против это самое, но... Если я правильно вас понимаю, госпожа Санду не верит в то, что мы можем вернуться на российский рынок. Нет, что значит не верит. Ну, вы говорите «хочу знать как». То есть, получается, что нет у неё у самой каких-то представлений, каким путём это сделать? Или есть? Не, ну, естественно, это самое... Есть межправительственные комиссии, это самое... Рассматриваются вопросы, устраняются какие-то преграды на пути продвижения товаров. Но вопрос-то, мы что понимаем, чего мы лукавим тут? Россия ставит вопрос. Вы обменяете с Евросоюзом, и тогда мы с вами свободно это самое... Не ставят так вопрос. Эй, ну не надо. Не надо лукавить, мои друзья. Ну что мы тут маленькие? Я повторяю, я поэтому задал вопрос. Ещё не было, даже не договорили вопрос об ассоциации. И мы получили первый дар. Вы имеете в виду 2006 год? Конечно. Нет, ну я предлагаю, что ты сейчас уже оставил 2006 год. То есть, понимаете, политический, к сожалению, геополитический интерес, он в данном случае преобладает над экономическим интересом. К сожалению, это так. Поэтому, конечно, у нас всё время, так сказать, рисковая ситуация, если мы говорим о экономике, о продвижении наших товаров, потом повторяю, наша позиция, да, мы должны попытаться, я сказал продержаться. Так вы сказали. Такое слово. Я бы хотел не ухудшить наши отношения с Россией. Конечно, хотелось бы улучшить. Но одновременно идти дальше, проникать на европейский рынок, конечно, это требует усилий. Вы знаете, я понимаю, почему вы так говорите. А мы хотим так на печке лежать, и чтобы наши товары прошли в Европу. Так не пойдёт. Что, это вина России? При чём Россия? Мы говорим о нас. Мы говорим о нас. Мы должны найти порядок. Мы должны модернизировать экономику. Я так понимаю, что здесь проблема кроется в том, насколько кандидаты способны на эту ситуацию повлиять. Вот если мы сейчас говорим о Майе Санду, потом подобный же вопрос я задам и в адресе Игоря Дадона. Понимаете, как? Как мы хотим продержаться, если госпожа Санду уже заранее едет за рубеж и выдаёт такие заявления, что Россия ведёт себя так, как будто Дадон уже стал президентом. Как вы полагаете, это будет способствовать… Где-то вы видели такое. Ну, это все знают, это заявление. Ну, все. Вот я допустим, я сам и так отстал, и не знаю. Я вам покажу. Обещаю. После эфира я вам покажу, но вы потом в соцсетях напишите, что вы это видели. Желательно до выборов. Но вы потом, да, но вы потом всем скажете, что вы это видели. То есть вот такая вот претензия, понимаете? То есть дружественными какие-то её заявления в адрес России не назовёшь. Это ни для кого не секрет. Вот как-то с этим же надо поступать? Нет, да? Господин Головатин, да. Абсолютно. Она реальный политик, она реальный экономист, и она понимает всё, что происходит, и она понимает этот самый интерес для нас разных рынков. Я говорю с полной ответственностью. Хорошо. Поэтому не надо ей приписывать что-то. Хорошо. Я сейчас найду это заявление. Вы, наверное… Как это слово? Фетишист, да? Фетишизм. Мы фетишизируем значение. Людмила, мы преувеличим на многое значение президента в решении всех вопросов, в том числе в экономике. Вот вы знаете, я знала, что вы так будете говорить. Конечно, тем не менее, мне кажется, что президент всё-таки в состоянии повлиять на многие вопросы развития экономики. Не только в стене, он должен. Он должен. Вот поправляет меня господин Головатюк. Вы хотите дать реплику, потом я перейду к отношениям по поводу МВФ. Прошу вас. Первое, то, что вы прочитали маленький курс что такое евроинтеграция, я абсолютно с вами согласен. Я вчера, например, слушал одного аналитика, эксперта, который говорил, что вчера Додон был против евроинтеграции, а сегодня, и вы тоже на это намекаете, а сегодня вот он вдруг стал за евроинтеграцию. Никогда Игорь Додон не был против евроинтеграции. Я могу не только в 2008-2009 году, когда он был министром экономики и первым вице-премьером, но и в 2012 мы готовили программу «Альтернатива», и там был целый раздел, посвященный евроинтеграции. Мы четко понимаем, чего мы хотим от евроинтеграции. То, что вы сказали, что это такое, абсолютно согласен. Но вы сказали, мы должны построить модель экономики, как в Европе. Но, извините, это для нас нереально. В Европе основной костяк европейских стран, старушка Европа, это экономика, основанная на инвестициях, на экспорте и так далее. Когда молодые страны вступили в Евросоюз, им обещали, что будет экспорт. Есть у них экспорт в Европу? Нету. Он говорит, продавайте другим. Но нам не надо. То же самое ждет и Молдову. Да не пустят нашу продукцию на европейский рынок. По разным причинам. Это одно. Второе. Никто не делает, никто не призывает, чтобы Российская Федерация была, как вы сказали, единственный путь для молдавских товаров, для молдавской продукции. Позже упаси. Никоим образом. Но, уважаемые, сегодня вот что значит реализм и прагматизм. Есть конкретная, реальная экономическая ситуация. Есть рынки, где нашу продукцию, а, знают, б, могут покупать и ждут. Так давайте пользоваться этим. Давайте пользоваться этим. Ведь смотрите, в Молдову сокращается уже не первый год приток валюты из всех источников. И есть чистая сальдо, отрицательная. В 2012 году было плюс 50 миллионов, в 2015 году минус 300. А из России, уважаемый, плюс полмиллиарда. То есть мы деньги, валюту получаем из России, здесь все. Экспорт, инвестиции и гастарбайтеры, все вместе. И оплата импорта. Чистый остаток полмиллиарда долларов. С гастарбайтерами. Да, с гастарбайтерами, ну естественно. Если убрать, то у нас отрицательные. А зачем убрать? Зачем убрать? Как это убрать 700 тысяч граждан Молдовы, которые там трудятся и присылают сюда деньги. И они как бензин в двигателе молдавской экономики. Поэтому мы должны пользоваться конкретно сегодняшней ситуацией. Продавать продукцию туда, куда можно. Восстанавливать дружеские отношения с Российской Федерацией. Нормальное, партнерское. У нас три правительства исключило Российскую Федерацию из числа стран стратегических партнеров. А что, вес российского рынка снизился? Нас лихорадит от этого. У нас говорят, вот доля Европы, Евросоюза в экспорте выросла аж до 60%. Да, она выросла. Но не за счет увеличения экспорта, а за счет падения экспорта в Российскую Федерацию практически в два раза экспорт в Евросоюз за 4 года вырос аж на 20%. А куда же мы дели этот продукт, который посадали в России? Куда мы ее деваем? А вы спросите сельфозников, куда они девают? Ой, они некоторые девают, знаете, яблоки гниют. Я прошу прощения. Хорошо, вы знаете, вот говорят, это нереально. А вы знаете, сколько в прошлом году мы экспортировали яблок в Российскую Федерацию за 8 месяцев? 16 тысяч тонн. А в этом году? А в этом году уже более 50. 52 тысячи тонны. Это хорошо. Это рост. Хорошо. Уважаемые, извините, при наличии запрета. И тем не менее, все равно наши сельхозники, которые имеют разрешение, которые получили благодаря руководству партии социалистов эти разрешения, они все равно жалуются таможенные пошлины. Вот снять бы таможенные пошлины. А для этого нужно просто сесть за стол переговоров вместе Молдова, ЕС и Российская Федерация. Вот здесь я вас прерываю. Я обещала вам найти высказывание Майя Санду, я его нашла. 23 октября, журнал ТВ, их сайт. То есть понятно, что я специальный источник даже такой нашла. Россия так ведет себя по отношению к Молдове, будто Дадон уже президент и проводит призыв в российскую армию на территории независимого государства Республики Молдова. И далее идут все ее претензии. То есть заявление это было, источник я вам назвала. Теперь все-таки давайте вернемся к источникам финансирования. Это очень важно, это очень... Я извиняюсь, но вы ему дали слово, а мне... Я просто хочу уже который раз... Нет, тут есть вопрос серьезный. Вы хотите дать реплику? Да. Если можно, коротко. Значит, я кроме того, чем занимался в этой жизни, административной и другим делами, я последние годы занимаюсь агробизнесом. Несчастье влез в агробизнес, так? И немножко знаю, что происходит. А теперь мне это неприятно говорить, но я должен сказать, вы сказали, благодаря вашему лидеру, так сказать, с Россией там... Друзья, разве не вы в конце 13-14 года ездили в Москву и нам ввели еще раз, так сказать, чуть не сказал грубо, эмбарго. После этого вы представляете... Мы подписали соглашение в ассоциации. После этого вы вносите ваши фирмы, которые проходят через... У нас нет фирм. Сейчас, подождите. Проходит, это самое... Их... Как... Включает фирмы, которые имеют право на эксплуат в России, так? Да. Так. Что, люди не знают об этом? Вот сегодня, вот я занимаюсь агробизнесом, так? Сегодня большинство фирм, которые имеют право на экспорт в Россию, грузят в северных районах республики. Почему? И в Гагаузе. В Гагаузе, ясно, да. Это тут... Я прошу прощения, ваша фирма не может экспортировать? В этом проблема? Или как? Или вы можете? Ну, это сложный вопрос. Не так все просто. Ну, это серьезное обвинение, господин Голова Васюк. Понимаете, в районах... То есть, получается, что социалисты ездили, специально ввели эмбарго. Да, но ты... В конце июля, после подписания соглашения об ассоциации. В конце июля 15-го года. Да, 15-го года. Понимаете? То есть, мы как бы... Или 14-го, да. То есть, да. Когда была предвыборная кампания, сельхозники... Были акции протеста, если помните. В августе, в сентябре, октябре 14-го года. Да, и сельхозники, кстати, в них активно участвовали. И сельхозники ставили вопрос. Помогите, помогите. И тогда, до выборов, еще не зная, кто кого поддержит, насколько нас поддержат, какая будет поддержка в тех или иных районах. Тогда уже были подготовлены списки. И в октябре, если помните, какие встречи были в октябре, Зина Петровна и Игорь Николаевич, отвезли эти списки в Москву. И договаривались и с сельхознадзором, и так далее. А ни один не правительство, ни сельхоза, от чего? От кого? Инициатива. Инициатива, ясно. Наша. Никого отношения к выборам не имеет. А ты не депутат. Да не было еще выборов. Все ясно. Хорошо. Еще не было выборов. Я прошу, все-таки, сейчас очень важный вопрос, пытаюсь вам задать. Прошу вас меня послушать, и непременно на него. Я единственное, чтобы не сказать. Ведь нас смотрят зрители, в том числе те сельхозники, я убежден, я знаю их, которые имеют это разрешение. Вот они вам как? Верят или не верят? Я благодарю вас за вопрос и возвращаюсь в который раз к теме источников финансирования. Вот смотрите, сейчас по последней информации, 7 ноября МВФ будет решать, в конечном итоге, давать деньги Республике Молдова или нет, подписывать с нами меморандум или нет. Я слышала позицию господина Дадона в отношении вообще МВФ. Вот мне интересна позиция сейчас госпожи Санду. Человека, который совсем недавно говорил, просил МВФ не давать деньги Республике. Не подписывать. Да, не подписывать, потому что у нас их все равно украдут. Либо вот нужно сказать честно, что есть какие-то на сегодняшний день уже отношения с властью, и Майя Санду уже не будет до 7 ноября писать такое письмо и просить, чтобы денег не давали. Как обстоит дело? Значит, во-первых, вот ваши вот эти обороты речи, просила там не помогать, не давать. Нельзя так, понимаете, упрощенно и в таком немножко деформированном виде. Она написала письмо и сказала, как политик, как бывший член правительства, что выделение или подписание соглашения с МВФ, то, что нам якобы откроет, так сказать, финансирование с других источников, должно быть строго оговорено с теми обязательствами, которые должно выполнять правительство. По реформированию секторов, по юстиции, по этим. Об этом она говорила. А теперь все говорят, она сказала, просила, чтобы нам не дали денег. Нельзя так, это очень упрощенно. Ну, я, наверное, сейчас еще раз найду, да, четко формулированную. Ее позиция остается та же, что была в том тесне, что нам нужны средства, нам нужны инвестиции, но при одном условии, что правительство будет решать вопросы, которые стоят перед нашей страной. Понимаете, в чем дело, господин Мураский? Вот так, как я, это поняли все, в том числе власть, которая пытается с меморандумом сейчас эту ситуацию решить. Так поняла оппозиция, так поняло экспертное сообщество. И так поняли люди. Значит, получается, что кандидат в президенты, по крайней мере, у него должно быть одно умение. Знаете, кто ясно мыслит, ясно излагает. Я до сих пор ясного изложения не увидела. И более того, когда на дебатах были представители от партии Майя Санду, они признавали, что она просила, давайте как-то с этим разбираться, а то получается у нас испорченный телефон. Господин Головатюк. Я вижу это изложение, вы не видите. Но это уже проблема. Но я вам сейчас найду. Это проблема. Мне неловко вам все время зачитывать, но я все-таки это сделала. Подписание соглашения с Международным валютным фондом, ну, наша позиция известна, и ее, как бы, еще раз повторять, я не вижу смысла. Подписание соглашения с Международным валютным фондом желательно, но не любой ценой. Молдова в свою короткую историю имела периоды, когда не было такого соглашения, и это были не самые худшие времена. Тоже очень интересно. Когда у нас начался экономический рост, приходит валютный фонд, говорит, ай, давайте подпишем соглашение. Это первое. Второе. При обсуждении меморандума нужно иметь четкую аргументированную позицию, исходить из интересов страны, а не того или иного, допустим, политика западного, восточного, молдавского и так далее. Мы исходим из того, в нашей программе акцент делается на внутренние источники. Деньги в стране есть. Я вот уже говорил, вы представляете, уважаемые, в прошлом году среднедневной остаток, который коммерческие банки не знали, что с ними делать, и просто отдавали Национальному банку за ценные бумаги Национального банка, было около 700 миллионов. В этом году к лету уже около 3 миллиардов. В августе 4 миллиарда 300 миллионов. Это, уважаемые, ненужные деньги. Ненужные. Их почти 5 миллиардов, по моим расчетам. Это деньги, которые можно взять, естественно, на рыночной основе и использовать для расшивания каких-то узких мест в экономике. Мы планируем создание государственного инвестиционного фонда. Есть расчеты, откуда источники, как будет распределяться финансирование, на принципах софинансирования и так далее и тому подобное. Но, первое, как вы говорили, геополитика, рынки, мы расшиваем проблему рынков сбыта. Идет экспорт, оживляется экономика, растет экономика, растут доходы бизнеса, растет заработная плата, растут отчисления в бюджет, пополняется бюджет и машина потихоньку, потихоньку поехала. То есть, повторяю, соглашение с фондом желательно. Но не надо ходить с протянутой рукой. Нужно думать о том, как реанимировать экономику, в том числе за счет возврата наших утерянных рынков. Я вас здесь прорываю, у нас остается мало времени. Специально для вас зачитываю информацию. Лидер партии «Действия и солидарность» Майя Санду призвала МВФ, не заключая с молдавскими властями соглашение о новой программе сотрудничества, до тех пор, пока не будет обеспечен контроль за освоением выделяемых партнерами средств. В открытом письме Санду заявила, что у нее есть основания полагать, что некоторые люди во власти участвовали в краже миллиарда из банковской системы. По словам Санду, есть риск того, что полученные деньги будут снова украдены. В этой ситуации, цитата, «кредит увеличит долг страны, но не будет способствовать улучшению жизни граждан», говорится в распространенном заявлении. Более того, так же, как я, это понял Павел Филипп и назвал заявление Санду циничным. Я бы даже лучше нее не написал бы. То есть, в принципе, здесь вопрос был в другом. Я вам говорю какие-то вещи, вы весь эфир мне говорите, ой, не говорила, вы вынуждаете меня все время возвращаться к источникам. А теперь давайте с МВФ. Нет, мы с вами поспорили по России, не надо, Людмила, не надо меня затягивать. Нет, ну я же вам прочла и по России тоже. Скажите, пожалуйста, в отношении МВФ, три минуты у вас есть, все-таки Мая Санду теперь будет просить МВФ не давать денег или не будет? Я сказал и повторяю, что Мая Санду остается на той же позиции, что изложила в этом весне. Это ясно, да? Да. Теперь я хотел пару слов сказать, то, что мой коллега сейчас вылетел в область. Я отношусь с уважением, что действительно хороший экономист. Я его помню еще по Национальному банку так. Но, с другой стороны, не надо упрощать ситуацию в Республике Молдово намного сложнее. Наша экономика не генерирует доходы, которые позволили бы нам инвестировать и развиваться теми темпами, которые мы хотели бы. Во-вторых, вопрос не только в деньгах, вопрос технологии, вопрос менеджмента, то есть всего комплекса, что называется инвестиции. Об этом идет разговор. Если мы возвращаемся в сельское хозяйство, меня интересуются современные холодильники, сортировочные линии, упаковочные, чтобы я мог продукцию действительно поставить на европейский рынок. Да не только на европейский, и на российский рынок нужна соответствующая подготовка. Ведь мы занимали второе место на российском рынке, но, извините, наши продукции, наших яблок на рынке яблок не было в магазинах, а это было на оптовых складах, потому что не было упаковки, расфасовки и так далее. Поэтому вы правильные вещи говорите. Я когда сказал европейский рынок, я имею в виду, что, конечно, наше присутствие на российском рынке обязательнее. Обязательно. Но я, как экономист, я должен страховаться. В случае с ним прикроют там и кислород, я должен иметь другой рынок. Так точно. Об этом идет разговор. Я благодарю вас. Привел пример Узбекистана. Мы поняли. Но вы, я думаю, еще поговорите, поговорите в том числе и об Узбекистане, потому что время наше вышло, к сожалению. Вы не заметили, правда? Да. Вы представляете? Поэтому, судя по тональности, что дискуссия на самом деле у нас была такая яркая, вот эти вопросы существуют. Теперь я хочу о своей позиции сказать, имею право. Понимаете, как? Вот всю ту прошлую предвыборную кампанию, вот сейчас, люди очень многие останавливались на том, а вот этот кандидат что-то там вот сказал, да, такое вот, давайте это будет геополитическое. Вот Гимпу советуют вообще Майя Санду строго сосредоточиться на геополитическом месседже. Ну, бог с ним, с господином Гимпу, но поддерживает Майя Санду, не могу привести другое. Понимаете, на мой взгляд, конечным мерилом всего это является уровень жизни наших граждан. Вот можно спорить о чем угодно, но мне хотелось бы, чтобы каждый из кандидатов четко знал, у него была программа, у него была команда, у него было четкое видение того, что происходит у нас в экономике. И не нужно говорить, что это, может быть, не в его компетенции. В компетенции. Глава государства. Ясно, да. Это звучит гордо. Я благодарю вас за то, что участвовали. Я думаю, что у нас будет еще с вами шанс поговорить на другие темы. По крайней мере, вам есть что друг другу сказать. Спасибо вам большое. Да, но я понял, я извиняюсь, что нам не удалось хоть сказать пару слов о своих кандидатах. Хороших слов, да? Вы знаете, об этом должны были сказать ваши ответы на вопросы. А уж как вы ответили, кандидаты, я думаю, расценят непременно. Спасибо большое. Вы смотрели Дело Принципа. Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.